Великая китайская стена скрывает нечто живое, о чем веками не догадывались ученые. В Бразилии обнаружили древнее послание из космоса, а в Помпеях нашли мифические статуэтки. А еще я вам покажу, как выглядело средневековое приложение для смартфона. Про эти открытия археологов и не только, смотрите в этом видео. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Диадема из костей человека. Археологи на Алтае обнаружили древнее украшение, которым около 40 тысяч лет. Они были найдены в Денисовой пещере. Одной из уникальных находок стала диадема из костей крупного млекопитающего, предварительно человека. Ранее подобные артефакты не встречались в памятниках денисовской культуры. Помимо диадемы, археологи нашли в пещере бусины и подвески разной формы, выполненные из камня, раковин, костей, зубов животных и бивни мамонта. Денисова пещера – знаменитый археологический объект, где с 1977 по 1984 год были обнаружены многочисленные артефакты и останки древних животных. Там же были найдены останки денисовцев – вид человека, родственного неандертальцем. Денисовцы отделились от общего ствола с неандертальцами около 640 тысяч лет назад. Интересно, что неандертальцы, денисовцы и кроманьонцы – предки современных людей – сосуществовали и даже скрещивались. ДНК денисовцев присутствует в геномах многих народов Азии и Океании. Как вы думаете, какие еще тайны хранит Денисова пещера? Напишите в комментариях под видео. Нечто живое за Великой Китайской стеной Великая Китайская стена, построенная в эпоху династии Мин, между 1368 и 1644 годами протяженностью более 21 тысячи километров продолжает удивлять ученых. За последние пять веков примерно треть стены была разрушена, но значительная часть сооружения по-прежнему стоит. Исследование показало, что живой цемент играет ключевую роль в поддержании ее прочности. При строительстве использовалась утрамбованная земля, включающая почву и гравий. Новые исследования выявили, что на прочность стены влияет биокорка – слой, созданный благодаря росту цианобактерий, мхов и лишайников. Эти организмы образуют структуру, схожую с цементом, повышая устойчивость стены к эрозии и повреждениям. Из восьми изученных участков стены эпохи Мин, 67% содержали биокорки. Сравнивая прочность и устойчивость утрамбованной земли с биокоркой, ученые обнаружили, что она значительно снижает пористость и соленость, уменьшая эрозию и повышает прочность на сжатие и сдвиг. Этот живой цемент, по всей видимости, делает Великую Китайскую стену более устойчивой к климатическим изменениям и естественному износу, подчеркивая значимость биологических процессов сохранения исторических памятников. Сообщение из космоса В реке Инга в Бразилии находится таинственный камень Инга в штате Параиба, вызывающий множество споров в археологическом сообществе. На поверхности этого 46-метрового камня из Гнейса высечены неизвестные геометрические символы. Происхождение и значение этих символов до сих пор не раскрыто. Как вы думаете, свидетельствуют ли они о забытой цивилизации или являются посланием предков? Этому камню не менее 6000 лет. Рядом с ним находятся другие камни и пещеры с резьбой, но они не такие интересные. Археолог Габриэло Баральди обнаружил первую пещеру Инга в 1988 году. Всего он исследовал 497 символов на стенах пещер. Большинство из них загадочны, Но некоторые, несомненно, изображают космические объекты, такие как Млечный Путь и созвездия Ориона. Некоторые ученые видят в них сходство с древнефрикийскими и египетскими письменами, другие с рунами. Изучение символов показало, что они могут быть связаны с древними верованиями, например, с культом плодородия. Один из исследователей предположил, что камень Инга может содержать древний солнечный календарь. Другие гипотезы предполагают контакты с внеземными цивилизациями, или даже древние формулы, или математические уравнения. Каменные диски со звездами и солнцем В итальянской провинции Триест археологи обнаружили два уникальных каменных диска диаметром около 50 см. Один из которых, предположительно, является небесной картой возрастом около 2500 лет. Это открытие сделано в крепости Кастельери Ди Рупинпиколу, датируемый периодом между 1800-400 годом до н.э. На диске изображено 29 звезд, 28 из которых до сих пор видны в ночном небе. Исследователи из Итальянского национального института астрофизики утверждают, что один из дисков, возможно, отображает ночное небо над Рупинпиколом 2500 лет назад, делая его самой древней небесной картой, найденной в Италии. Также там есть изображения созвездий, таких как Асиопея, Орион, Скорпион и Плеяда. Исследователи использовали программу Stellarium для моделирования ночного неба того времени. Они обнаружили, что одна звезда, Тета Скорпиона, которая была видима в 1800 году до н.э., сейчас не наблюдается. Это предполагает, что расположение знаков на карте было не случайным. Особый интерес вызывает 29 звезда на карте, не соответствующая ни одной из известных сегодня звезд. В любом случае, это открытие демонстрирует высокий уровень астрономических знаний древних культур и показывает, что древние люди использовали звезды для навигации и ритуалов. Роскошные гробницы Археологи, занимавшиеся раскопками на месте будущей солнечной электростанции рядом с Римом, обнаружили древнеримский некрополь с 67 скелетами, украшенными золотыми украшениями и дорогой обувью. Находка датируется II-IV веками н.э. и, как предполагают ученые, принадлежала римской элите. Среди артефактов найдены кольца, амулеты с драгоценными камнями, терракотовая посуда, римские монеты и стеклянные изделия. Скелеты были захоронены неглубоко, на глубине примерно 50 см, что позволило сохранить их от сельскохозяйственной деятельности. Археологи предполагают, что уникальные гробницы имитировали архитектуру земных домов умерших. Многие могилы были семейными, а некоторые скелеты найдены в объятиях друг друга. Эти захоронения планируется перенести для публичного показа в замке Санто-Севера в Италии. Дальнейшие исследования позволят узнать больше о жизни и происхождении покойных. Я не археолог, но не совсем понимаю, зачем скелеты людей выставлять в замке для публичного показа. Может, вы понимаете? Напишите свое мнение в комментариях под видео. Мифические статуэтки В древних Помпеях археологи нашли 13 терракотовых фигурок, возможно, отражающих миф о богине Кибеле и Атисе, известной своей трагической любовной историей, ревностью и идеей возрождения. Эти статуэтки были обнаружены в доме, названном в честь фрески «Леда и лебедь», где изображен Зевс в образе лебедя и леда. Статуэтки нашли под двухметровым слоем пемзы, и ученые предполагают, что они могут изображать древний миф Кибела и Атиса, который берет начало в Фригии, нынешняя Турция, и был популярен в древнегреческой и римской культурах. В этой истории Кибела влюбляется в молодого Атиса, но его любовь к другой показывает ее ревность, в результате которой Атис впадает в безумие и теряет жизнь под сосной. После этого Кибели просит богов превратить Атиса в сосну с фиалками, символизируя вечную жизнь и обновление. Этот миф часто трактуется как символ цикличности жизни. Древние календари в США В Castle Rock Pueblo на плато Месса Верде в США, где соединяется Колорадо и Юта, археологи сделали поразительное открытие. На территории, известной своими необычными скальными формациями и древними наскальными рисунками, ученые обнаружили множество новых петроглифов. Новые гравировки на камне, которым около 3000 лет, могут изменить наше представление о культуре и истории этой местности. Археолог Радослав Полонко из Ягелонского университета рассказал, что на высоте около 800 метров над известными поселениями были обнаружены многочисленные линии и спирали, выгравированные на стенах. Спирали, диаметр которых достигает 1 метра, могли использоваться как календари для отметки важных дат и проведения астрономических наблюдений. Эти находки способны коренным образом изменить восприятие этой эпохи, когда люди Pueblo вели земледельческий образ жизни и занимались изготовлением корзин и циновок. Красивый и загадочный Археологическое открытие в Норфолке, восточной Англии, вызвало интерес у ученых во всем мире. В Ленгеме был обнаружен позолоченный серебряный предмет, датируемый концом 8 или началом 9 века, который стал предметом споров среди историков. Этот 19,4 мм артефакт отличается сложным орнаментом и изображением стилизованного животного, оглядывающегося через плечо. Техника его создания включала смешивание артути с золотым порошком, что свидетельствует о высоком мастерстве его создателей. Неопределенность его назначения добавляет таинственности находки, которая демонстрирует высокую оценку красоты и изящества того времени. Как отметила Хеллен Гигг, офицер по находкам в Норфолке, предмет создан с такой же тщательностью, как и ювелирное изделие или религиозный текст. Используемые в изготовлении золота и ртуть, возможно, были импортированы из Испании. Гигг предполагает, что артефакт мог быть частью посоха. Музей Норрисского замка уже выразил интерес к покупке этого предмета для своей коллекции, подчеркивая его значимость и уникальность. Остатки пропавшего языческого культа Археологи недалеко от Праги нашли уникальную бронзовую пряжку с изображением змееподобного существа, пожирающего человека или похожий на лягушку объект. Это открытие может указывать на забытый языческий культ, соединяющий различные регионы Центральной Европы в начале Средневековья. Пряжка, найденная в Чешской Республике, первоначально считалась уникальной, но аналогичные пряжки также были обнаружены в Германии и Венгрии. Археолог Иржи Махачек утверждает, что находка может свидетельствовать о ранее неизвестном языческом культе, сохранившемся до распространения христианства. Символизм пряжки до сих пор остается неясным, однако исследователи предполагают, что изображение может быть связано с мифами о создании мира, где борьба со змеем или драконом является центральным элементом, а взаимодействие между змеей и лягушкой может указывать на культ плодородия. Исследования показывают, что эти пряжки были изготовлены в 7-8 веках и носились аварами, кочевым народом, осевшим в Венгрии, создавшим влиятельное государство в Центральной Европе. Изделия были сделаны из меди, добытой в Словацких Рудных Горах и стали популярны среди других народов региона, включая славян. Средневековое приложение для смартфона Знаете ли вы, что предшественник современных приложений для смартфонов был изобретен в средние века? Это был Вальвель – интерактивное устройство из бумаги, выполнявшее множество функций – от расчетов небесных тел до медицинской диагностики и навигации в море. Вальвель состоял из одного или нескольких вращающихся бумажных дисков с нанесенными данными, которые пользователь мог совмещать для выполнения расчетов или поиска ответов. Это изобретение было похоже на астролябию – древний инструмент для наблюдения за положением звезд. Первые Вальвели были созданы Рамоном Лулием из Майорки, великим философом и ученым XIII-XIV веков. Лулий назвал их вальвелями по латинскому слову «вальверы», означающими «вращай». Он использовал этот предмет для решения религиозных споров, объединяя различные элементы мышления и языка с помощью сложных геометрических фигур. Вальвели также использовались для определения времени ночью, что было важно для правильного введения лекарства. В средневековье вальвели часто ассоциировались с магией и предсказаниями будущего, но со временем они стали ценным инструментом для накопления и генерации знаний. Сегодня вальвели могут встречаться в образовательных целях, демонстрируя исторические корни принципов расчета и визуализации. Динозавры – удивительные существа, царствовавшие на Земле миллионы лет, пока не исчезли около 66 миллионов лет назад. Они всегда будоражили умы людей, стремящихся воссоздать их образ жизни и внешность. Однако особенно интересует вопрос, возможно ли воскрешение динозавров с помощью современной науки. ДНК – это хрупкая молекула, хранящая генетическую информацию и быстро разлагающаяся после смерти организма. Шансы найти целую ДНК в ископаемых очень малы, хотя иногда они сохраняются в холодных или сухих условиях. На данный момент самый старый образец ДНК насчитывает около 1 миллиона лет и принадлежит мамонту. Находки ДНК динозавров, вымерших 66 миллионов лет назад, пока что не были подтверждены. Интерес к воскрешению динозавров порождает изучение других молекул, таких как белки. Они могут дать информацию о ДНК организма, но не могут воссоздать ее полностью. В 2007 году были обнаружены фрагменты коллагена в кости тираннозавра, что стало сенсацией, но и вызвало много вопросов. Однако, несмотря на прогресс в изучении древних молекул, мы пока не способны воссоздать динозавров. Но кроме воссоздания ДНК, есть еще масса причин, по которым это невозможно на данный момент. Одна из главных причин – это климат. В нашем уровне кислорода в атмосфере динозавр не прожил бы и одного дня. Каменные сфероиды возрастом 1,4 миллиона лет В 1960-х годах археологи на севере Израиля обнаружили необычную находку – почти 600 каменных шаров на территории, датируемой 1,5 миллиона лет назад. Недавний анализ 150 из этих шаров показал, что они были созданы нашими предками. Это открытие предполагает, что ранее человекоподобные существа стремились создать симметрию и увлекались ремесленным трудом. Применение современных технологий позволило точно измерить углы и кривизну поверхности шаров, а также определить их центр массы. Анализ показал, что сфероиды представляют собой сложную технологию, свидетельствующую о высоких когнитивных способностях и навыках ранних ашельских людей. Казалось бы, обычные каменные шарики, а как много они способны рассказать о наших предках? Полтора миллиона лет назад наши предки обладали совсем другими мышлениями и потребностями, поэтому создание подобных артефактов в те годы считались огромным достижением. Покровитель псов В буддийской традиции термин «святой» не используется, однако история Брахмана Кукуриппы и Скопилавасту ярко демонстрирует истинную святость. Этот странник, отказавшись от мирских удовольствий ради просветления, однажды спас щенка на грани жизни и смерти и заботился о нем. По прибытии в Лумбине, место рождения Будды, Кукуриппа обрел спутницу, которая стала для него близким другом и соратником в пути к просветлению. Оставив животное сторожить пещеры, он продолжал свои поиски истины. Спустя 12 лет, владев способностями предсказания и предвидения, Кукуриппа получил приглашение от богов в райскую сферу. Там он продолжил свои изыскания, но не забывал о собаке. Питание и вода для питомца появлялись в пещере сами собой. Когда же пришло время перейти в нирвану, Кукуриппа отказался, мотивируя это заботой о своей спутнице. Однако боги уговорили его вернуться к собаке. Встретившись с питомицей, он узнал в Недокине, богиню, обучившую его непоколебимости ума и ясности сознания. Кукуриппа, ставший гуру и покровителем собак, вернулся домой, обрел множество учеников и посвятил свою жизнь благу всех живых существ. После смерти, как и предполагалось, Кукуриппа вознесся в рай. Его образ, всегда сопровождаемый верной собакой, остался в культуре как символ нерушимой преданности и духовной мудрости. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, а понравилось оно вам или нет, я смогу узнать только по вашим комментариям и лайкам под видео. Следующее видео про новые необычные находки археологов я уже начал готовить для вас. Спасибо за ваши просмотры, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok